Здравствуйте! Это программа «Суть дела». 14 апреля нынешнего года немецкая газета «Хандельсблат» сообщила о том, что шеф немецких железных дорог Deutsche Bahn Рюдигер Грубе встретился в Париже с президентом ОАО РЖД Владимиром Якуниным. По информации немецких журналистов, два президента обсуждали условия контракта на строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань протяженностью 800 км, которую планируется соорудить к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Рюдигер Грубе планировал встретиться с Якуниным в конце марта в Москве, однако после того, как немецкая пресса раскритиковала президента Сименса, который в середине марта встречался в Москве с Путиным, визит Грубе был отменен. Созданный немецко-французским бизнесом консорциум для строительства в России и состоящий из Deutsche Bahn, Сименса, Deutsche Bank, а также французских железных дорог SNCF, имеет все шансы заполучить контракт на общую сумму 20 миллиардов евро. В подписании контракта заинтересованы все стороны. Понятно, что германские железные дороги, в 100% принадлежащие государству, обязаны были заручиться согласием канцлера Ангелы Меркеля. Правительство Германии считает, что пока санкции в отношении России не добрались до так называемого третьего уровня, немецкие компании, в том числе и государственные, имеют право продолжить экономическое сотрудничество с Россией. Это означает, что несмотря на обостряющуюся на юго-востоке Украины ситуацию и все более грозную риторику Евросоюза, Германия не готова к сворачиванию сотрудничества с Россией. Германия все еще рассчитывает, что сохранение тесных экономических связей послужит стабилизацией двусторонних политических отношений. На самом же деле очевидно, что отказаться от куша в 20 миллиардов евро для немцев просто невозможно. Меркель отдает себе отчет, что контракт в 20 миллиардов евро, ну для сравнения стоимость газопровода по дну Балтики, Нордстрим, составляет около 9 миллиардов евро. И эти 20 миллиардов, которые равняются 55% немецкого экспорта в Россию, позволят усилить позиции немецких концернов на российском рынке и уравновесить отрицательное сальдо внешнеэкономического баланса ФРГ, которое составляет около 4 миллиардов евро в год. Немецкие концерны уверены в том, что напряженность в отношениях России с Западом носит временный характер. И считают, что сейчас самый подходящий момент для финализации транзакций по продаже газовой фирмы РВЕ, компанией РВЕ ДЭА, российскому инвестиционному фонду Леттер Ван, обмена активами между немецкой Винтершалли и Газпромом, а также для переговоров по новым контрактам. Немцы особенно заинтересованы в подписании договоров, связанных с проведением Чемпионата мира по футболу в России. Для России же контракты с немецкими партнерами выгодны в качестве свидетельства ее надежности как страны, выполняющей свои обязательства по договорам об экономическом сотрудничестве. Москва искусно манипулирует многомиллиардными посолами для немецких концернов, стимулируя их к лоббированию российско-немецкого сотрудничества в германском правительстве. А то, в свою очередь, в Евросоюзе. Таким образом, Москва пытается удержать Европу от введения болезненных для нашей страны экономических санкций. Пока украинские события не оказали существенного влияния на немецко-российское сотрудничество, Институт исследования мировой экономики в Кёльне опубликовал доклад, из которого следует, что Германия угрожает падение экспорта по причине украинских событий и связанного с ним падение курсов валют, развивающихся стран, к которым относится и Россия. Предполагается, что вместо ожидавшихся 2% роста он может составить всего 1%. В Германии господствует убеждение, что изоляция России принесет серьезные экономические потери Европе и самой Германии в первую очередь. Это была программа «Суть дела». Как оказалось, высокоскоростная магистраль из Казани в Москву сегодня на острие международных российско-европейских проблем. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»